Книга «Открытым оком», тема мусульманства, 18-й том, вопрос 3237. Вы как-то говорили, что во всем мире и во всех религиях есть только три вещи одинаковые – семидневная неделя, вера в то, что был потоп, и вере в возмездие после смерти. Что о потопе знают мусульмане? – отвечает Игнатий Тихнович Лапкин. Только то, что написано в Коране – вольный пересказ библейского повествования. Коран, 11 сура, 40-й аят. А когда пришло наше повеление, и закипела печь, мы сказали – перенеси в него от всего попали, подвое твою семью, кроме тех, о которых опередило слово и тех, кто уверовал. Но не уверовали с ними, кроме немногих. И сказал он – плывите в нем во имя Аллаха, его движение и остановка. Поистине, Господь мой, прощаешь и милосердь. И он плыл с ним в волнах и как горы, и позвал Нух своего сына, который был отдельным. О, сын, плыви вместе с нами и не будь с неверными. Он сказал – я спасусь на гору, которая защитит меня от воды. Нух сказал – нет защитника сегодня от повеления Аллаха, кроме как тем, кого он помиловал. И разделила их волна, и был он среди потопленных. И сказано было – о земля, поглоти твою воду, о небо, удержись. И сошли вода, и совершилось повеление, и утвердился он на Алджуди, и сказал – да погибнет народ неправедный. И возвал Нух к своему Господу и сказал – господи, сын мой из моей семьи, и обещание твое истинное, и ты праведнейший из судей. Сказал он – о Нух, он не из твоей семьи, это дело неправедное, не справшивай же меня, о чем ты не знаешь, я тебя обещаю не быть из числа неведущих. Он сказал – господи, я ищу у тебя защиты, чтобы мне попросить тебя о том, чего я не знаю. Если ты не простишь мне и не помилуешь, я буду из числа потерпевших убыток. Было сказано – о Нух, сойди с миром от нас, и благословениями над тобой, народами из тех, что с тобой. А есть народы, которым мы дадим блага, и потом постигнет их, от нас наказание мучительное. Это из рассказов про сокровенные, мы открываем их тебе, не знал их ты и твой народ до этого, терпи же поистине конец боговоязненным. Примеры из Святой Библии Книга Бытия, 5 по 9 главе, Иезекииль, 14 глава, 14 стих И если бы нашлись в Нессии три мужа – Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Матфей, 24, 38 Ибо когда во дни перед потопом ели и пили, женились и выходили замуж, то до дня, как вошел вновь ковчег. Евреям, 11, 7 Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видимым, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею усудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Сушите весла, разве что во сне, услышит поразябающий на суше, на голову седую, словно снег. Чуть путь кончается, и стал намного хуже. Осенними полями и садами, всегда с тоской семящего приходим, обозреваем, что же здесь создали. За все омелькнувшие и исчерпнувшие годы. Покров простонародье о земле, что савин снега накрывает землю. Поземки зимние выползает змей, заблудшим путь мгновенно заметелит. Во впостольской святой командировке пришлось ли отпуск кем-то проводить, хватило ли вам бы опыта сноровки, возжаждавшим подать сосуд воды. И если душу духом захватила, она вас назовет своим отцом. Но на глубине, понятно, не из ила, родится детище и закричит потом. Сушите весла, кто-то скажет после. Приехали, приплыли до роддома. Пусть не осел еще, но под Иисусом ослик. В Атланта превращается из гнома. Живое слово и животворящий дух через слова святого благовестия творят спасенного из распятых с ним двух, когда с Христом Голгоф делит вместе. Осушится там смертная тоска. Глаголом ныне же мы встретимся в раю, а жесточившимся же гнить в тисках. Все павшее на север не повернет на юг. Пришла пора, закончилась, закончить все. Ура! И выполнить Иисусу словословие. За все, за все Господь тебе хвала. Веслом моим пускай иные ловят. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.